Национальные сборные команды под дзюдо проходят серьезную функциональную подготовку, в том числе и общефизическую, специально разработанную тренерами. На этот раз ради силовых тренировок в Сочи приехала и мужская часть сборной, олимпийские чемпионы, и представители прекрасной половины человечества, девушки-дзюдоистки до 23 лет. Все готовятся к разным чемпионатам. Для каждого индивидуально поставлены задачи. Здесь атлеты делают серьезные шаги к важным соревнованиям. В ближайшее время дзюдоисты должны проявить себя на Кубе, Венгрии, Словении. Девушки недавно вернулись с очередного чемпионата Европы. После небольшого перерыва они снова на татаме, а в руках с раннего утра спортивные снаряды. Их команда тренируется по разным направлениям. Спортсменки разделились. Одни готовятся к чемпионату мира, другие – к чемпионату Европы. Топ-команда уже улетела участвовать в Гран-3. Всего на сочинских сборах порядка 60 дзюдоисток. Не так давно завершился чемпионат Европы, который проходил в Монпелье во Франции. После этого был небольшой перерывчик. И вот сейчас мы опять заново собрались, чтобы начать новый виток подготовки. Вот четыре человека здесь у нас. Они готовятся к Кубу Европы в Словении. Это будет одним из этапов подготовки к чемпионату Европы до 23 лет, который будет в ноябре в Польше. Вот это у нас один из этапов подготовки сейчас происходит. Отель «Весна» – традиционная площадка для сборов многих спортсменов страны. Именно здесь сильнейшие атлеты круглый год готовятся к ответственным соревнованиям. Лучшее место для подготовки в России найти трудно, отмечают и дзюдоисты. Здесь очень хорошие условия для тренировок. У нас, как вы видите, все сделано. Тренажерный зал, новый построили. Котами, хорошее, много места. В принципе, все, удобство. Также сауна-восстановитель и хорошее питание. Первые результаты тренировок дзюдоистов станут известны уже 14 июня на турнире в Словении. Галина Моисеева, НГГБШ, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.